Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Добрый день! Здравствуйте, товарищи! Русские вперед! В передаче «Родная земля! Великая Россия! Святая Русь! С нами Бог!» Русские силы за справедливую и сильную Россию и, самое главное, за Россию народа. Народа? Да, мы Россию. Сергей Анатольевич, вот интересная новость у нас в Севастополе. Я, кстати... Расскажи, день интересный. Не, ну это очень интересно. Вот в телеграм-канале гуляет информация о том, что в Севастополе произойдет в законодательном собрании правительстве обмен креслами. Вице-губернатор Кулагин перейдет в законодательство. В законодательном собрании простым депутатам. А на его место интрига придет, знаете кто? Любительница балов Щербакова. Она станет замом Разужаева. Ваше мнение. Белы любите? Ну, Павел Евгеньевич, вы знаете, я могу на этот вопрос иронии ответить. Какое может быть у меня мнение по этому поводу? У меня лишь только утверждение есть. Утверждение. Утверждение того, что чиновники, ну любого ранга и исполнительной законодательной власти рассматривают, ну конкретно по Севастополю, что они хозяева Севастополя, что я хочу сюда, хочу туда, хочу вот так, хочу этак. Вы понимаете, что из нас сделали как, если ты работаешь дворником, то твои дети будут тогда и дворниками работать, да? Помните, как? В зависимости от того, что они даже умнее всех. Согласен. Помните, как уральские пельмени, когда там произошло, он говорит, а что, так можно было? Да, я не удивляюсь. Да, это вообще система уже. Знаете, да, за 10 лет, может быть, там первый год или два я и удивлялся, думаю, что действительно так можно, да? Ну, да. Это результат какого-то сговора, разговора каких-то, в чем тут вообще фишка, в чем фишка? Ну, сговора, ну договоренности, если быть, точно подбирать слова. Будет больше в городе Героя Севастополя балов? Да, балов пусть эти балы она и проводит, и танцует, что в шляпе, без шляпы, мне все равно, это не мой конек и не моя креда жизни, да? Вопрос в том, что от нее пользы, как от депутата, нет никакой и не будет там пользы никакой. Здесь надо подходить к этому вопросу очень серьезно, в плане того, что опять идет манипуляция, и опять есть чиновники, да, или там кто там, я не знаю, кукловоды, которые рулят этим процессом. Действительно, я хочу, чтобы я был правильно понят, что на сегодняшний день получается так, что кто-то решил манипулировать властью. А юридически, юридически это возможно? Юридически, а почему бы и нет. Ну, как это? Ну, давайте мы посмотрим, кто у нас избирает мэра, выборы, да? Мэра? Да, ну, губернатора. Народ? Народ. Кто у нас избирает депутатов? Народ. Которые не ходят на выборы, и в том и в другом случае. Поэтому они сами себя назначают, ну, как назначают сами себя, чтобы быть объективным. Пришла их категория, их группа, которая зависит от них, да? Проголосовала, потому что они зашуганы, запуганы, может быть, их еще и заставляют, когда дослуги ходили, чтобы они фотографировали на телефон, за кого они проголосовали. То есть, отчитывались? Да, отчитывались. Опять это можно обмануть, карандашом поставил, сфотографировал, тот же стер, ручкой поставил, да, или там еще. И потом бросы, моссы, я не хочу обсуждать этот вопрос, потому что он сам по себе противный. Выборы грязные, захватлась, и опять здесь нужно менять законы по выборам. Если мы хотим, чтобы мы развивались, сейчас, Павел Евгеньевич, если народ хочет, и мы хотим, чтобы действительно мы жили в нормальном государстве, чтобы у нас был высокий социальный уровень жизни, работоспособность, работа, пенсия достойная. И чтобы мы не присмыкались перед этими чиновниками, для того, что, ну, в том плане, что пенсия там 10 тысяч, 20 тысяч рублей, что вы там тявкайте, вам дали 20-30 тысяч, радуйтесь, да, что у вас такая пенсия. А то, что в Европе и в других государствах мира пенсионеры могут позволить себе... Путешествовать по миру. Да, по миру. Жалко. Да, вот. Но, скажем так, я не хочу обсуждать, но в качестве примера пусть севастопольцы задумаются о том, что сделала Щербакова как депутат законодательного собрания, да, и председатель комиссии, по-моему, я могу ошибиться, социальный комитет или комиссия, она возглавляет от этого. Да, вот. И Кулагин как замгубернатора, который отвечает тоже за социальный комиссию, за здравоохранение. А почему именно Щербакова? Почему, например, Ники Яшко? А потому что Чалы есть, Алексей Михайлович. А, где Чалы я там не вижу вообще? Ну, зря вы не видите серые, длинные, новые и кони, конечно. А вот он там есть, да? Ты понимаешь, как говорят, ты видишь там птичку? Нет, не вижу. А она там есть? Даже если его нет, Алексей Михайлович, то у нас Единая Россия, да, Узурпация, которая захватила власть по Конституции, которая нам говорят, что это основополагающие законодательные документы, да, которые имеют высшую юридическую силу, то мы все равно видим, что у нас все равно идет Узурпация власти, хотя Узурпация власти закреплена. Ничего хорошего не будет от этого. Сергей Анатольевич, ну вот, если гипотетически так вот, грубо говоря, мягко выражает, Михаил Владимирович Розвожаев, он же уйдет когда-нибудь, да? Уедет, так сказать, он же хочет где-то быть повыше. Меня не интересует. Я имею в виду, может быть, Щербакова планирует вообще сделать губернатором города Герой Севастополя? Это планирует кто, но вы не знаете одного момента, что это реально. Реально? Я вам объясню, каким образом. Согласно 400, по-моему, 14-го закона, федерального закона, который был подписан в декабре 21-го года, закон о публичной власти. Я 100% даю гарантию, что о нем никто не знает и не читал. Может, кто-то слышал. Так вот, у губернатора уже не избирает народ. Уже все? Да, там те фракции, которые присутствуют в законодательном поле, депутаты, извините, законодательного собрания, партии дают своих представителей. Вот если у нас там сегодня 5 партий, да? То они представляют 5 кандидатов, из которых 3 кандидата должны остаться. И они будут предоставлены на согласование президента. Президент согласовывает эти кандидатуры, присылает их сюда. И ЗАГС собрания депутата их утверждает. Получается, что для Щербаковой... Есть второй еще вариант, я его не помню, но могу ошибиться, потому что я не готов был по этому вопросу, чтобы обсуждать это чисто по памяти. Думаю, что я не соврал, чтобы меня потом не обвинили. Думаю, что так и есть. И, по-моему, там еще какой-то второй вариант есть, но я не помню. Но выборов губернатора, по-моему, уже согласно закону 414. То есть будет назначение? Ну, по-моему, да. Ну, насколько я знаю... Или же президент. Второй вариант. Президент сам предлагает кандидатуру и ЗАГС собрания утверждает. Но опять, я не могу утверждать, что это точно. Надо будет посмотреть. И мы с вами отдельно потом по этому федеральному закону пройдемся, потому что там есть моменты, такие, которые заслуживают внимания. Впереди, вы уже знаете, что идет, как называется, Праймельс, да, Единая Россия. В сентябре месяце уже будут выборы, законодательное собрание в городе Герои в Севастополе. И вот с чего нам ожидать? То есть этот переход усиления, так сказать, севастопольцев, или, в общем-то, планируется уже в сентябре месяце больше приезжих взойдет законодательное собрание? Павел Ильич, у меня двоякое такое мнение все равно. Несмотря на то, что я сильно разочарован... В происходящем? В утверждении, ну, в списке этим. Кабмина, скажем так. Я все-таки надеюсь, что выборов... Ну, я так вот надеюсь на это, как бы прослеживая сам путь, и то, что может быть, что все-таки выборов... Вообще не будет. Ну, во всяком случае, в сентябре. Ну, во всяком случае... Знаете, я могу сам заниматься самообманом, как я и сейчас себя обмановал. Если эти выборы состоятся, то надо, чтобы севастополецы шли на выборы, да? На выборы шли. Один из вариантов. Второй вариант пусть поступает, как считают нужным, но результат будет, опять же, будет... Если севастопольцы не пойдут на выборы, большая стопка бюллетеней будет свободна. Да, ее просто используют по своему назначению, и мы опять... Вернемся к чему? Да, будем видеть то, что видим, и тут уже, знаете, меня огорчает больше тот момент, что я не молод, и я, наверное, могу не увидеть уже светлое будущее, так в этом... Ну, понятно, то есть... И закончится моя сладкая жизнь. Сладкая жизнь. За детей будет, конечно, неприятный. Обидно. Что не смогли им сделать будущее, как нам будущее сделали наши старики, деды. Сергей Анатольевич, вот вы знаете, я очень много общаюсь с людьми, и люди некоторые в открытую говорят, да расслабьтесь, вы уже там. Вы же видите, что те, которые, в общем-то, тоже там пытались что-то сделать реально, они все расслабились и молчат, как рыба об лед. Может быть, действительно, вот так вот, и надо уже принять реальность, такая, какая она есть. Не единый раз обсуждали этот вопрос. Реальность не та, о которой вы говорите. Реальность есть многонациональный народ, которого больше, среди которого есть действительно специалисты, порядочные, честные люди, которые знают честь и достоинство, и которые могут управлять государством в интересах самого народа. Ну, российская модель политики, она, в общем-то, построена не на... А это не российская модель политики. Это навязанная с Запада. Запада, ну, так и есть. Не по уму, а родственник, кто-то за тебя лоббирует какие-то твои интересы. Знаете, вот в чем разница? Мы по-разному трактуем происходящее и даем по-разному... Разные оценки, разные взгляды. Оценки и названия. Ну, да. Вот я считаю, что шестая колонна, шестая колонна, она уже давно присутствует. Я не могу сказать, я 10 лет в законодательном поле России, но я так думаю, что она присутствует лет 10. Это шестая колонна, которая строит из себя патриотов, кричат, мы патриоты, и мы не будем называть фамилии, чтобы их не рекламировать. Ну, да. Потому что мы, когда говорим о врагах народа, почему-то власть и мощь их думают, что это патриоты, а враги народа – это тот, кто говорит о них. Ну, это мы. Ну, пусть будет. Типа того. И пока не будет именно дана оценка, не то что оценка, а трактовка, кто такой враг народа, и под этого врага народа не будет написан закон. Ну, да, ничего не поменяется. Ничего не изменится. И не получится так, как в Китае это хотят. И я так понял, что задача Мишустина, ну, это я уже отвлекся. Ну, это вы говорите о его отношениях к Китае. К Китае, да. Что, наверное, в России будет сейчас производство, индустриальный парк развиваться за счет китайцев. Но что мы отдадим китайцам взамен, вопрос. Земли? Ну, это я начал говорить. Леса, поля, вода, Байкал. Мы хотели с вами говорить за рокировку команды одного человека, да? Ну, да. Но от которых я ничего личного, сразу говорю, ничего личного нет. Я служу по профессиональным качествам и человека, да? И по результатам работы эффективности нет никакой. Кстати, заметьте, что они оба уже два срока. Два срока, да, согласен. Что еще хочу добавить к этому? Ну, Сергей Анатольевич, народ-то нас ждет перемен? Ну, это вопрос к народу. Я так думаю, что народу все равно, что курочка черного хлеба, но дадут ему курочку белого хлеба. Чуть-чуть? Все. Ну, я так думаю, что, в общем-то, президент-то заявил о том, что будут изменения глобальные и большие. Ну, будем, я же говорю, надеяться. Но тут вопрос будет уместно сказать, как бы не то, что уместно сказать вопрос, а именно уместно и четко сказать, что, ребята, старика Хаттабыча не будет, который будет волосинку выдергивать, три желания. Лампы Аладдина тоже у нас с вами не будет, и золотой рыбки не будет, три желания, да, везде? Ну, да. За исключением старика Хаттабыча, по-моему. Поэтому тут только рассчитывать надо на свою сознательность, на осознание каждого, что происходит, на осознание того, что он хочет и на что он способен. Способен ли он защитить свою землю, свой род, детей, семью, жену, ну и все остальное. Но это, опять же, я не говорю о том, что это должны быть какие-то радикальные меры. Тут можно победить умом и сообразительностью. Вот мы пытались с вами, да, на дебаты вызвать... Кого? Я уже не помню, честно говоря. Губернатора. Губернатора. Ну, не придет. Сегодня мы получили ответ от законодательного собрания. Мы просили, чтобы нашему представителю дали возможность выступить с турбюна. Нас послали. Сказали, не ваше дело. Мы пытались и отправляли два раза письмо в Госдуму, просили выступить. Мы направляли письмо в Совет Федерации. Дайте возможность представителю от общественности выступить. Ну, нас везде послали. Поэтому вот сам факт, показатель того, как к нам относятся слуги народа. Ну, как они, так и относятся. Как к слугам народа. Ну, да. Сергей Анатольевич, ну, как говорится, ждали больше, подождем еще чуть-чуть, да? С этого светлого будущего. Это пусть каждый делает выводы сам и определяется, о чем он хочет. Хочет ждать, пусть ждет, не хочет, но что, пусть делает так, как считает. Сергей Анатольевич, вам спасибо. До свидания. Нашим зрителям тоже огромное спасибо. Пишите комментарии, ставьте лайки. В общем-то, подписывайтесь на наш канал. Вот. Мы работаем для вас. Ну, если вы не боитесь, конечно. Ну, мы все равно работаем на людей. Нас сегодня пока, мы меньшинство в нашем российском обществе. Но я думаю, что очень большое количество людей у нас где-то, очень где-то глубоко в душе, так, очень-очень глубоко все-таки нас поддерживают. Ну, согласна, может быть, с какими-то взглядами. Согласен. Всем спасибо, хорошего дня. Еще раз.